Утром видели готовящуюся демонстрацию отзывчивого производства, и теперь интересно подумать, куда двигаться после этой демонстрации дальше. Надеюсь на мнение профессионалов блокчейн-индустрии и ранних адаптеров по поводу точки внедрения в промышленность решений, а сам расскажу об одном из технологических процессов, неизвестных. Тотальная роботизация, да, это то будущее, прекрасное, несомненно, которому готовят продукт Аира, но как к этому будущему перейти, какие точки внедрения в современную промышленность можно найти уже сегодня, это очень, на мой взгляд, интересный вопрос, и хотелось бы это обсудить. Я опишу пример для начала знакомого мне автономного технологического объекта предприятия, где работают автономные роботы. Это контейнерные терминалы. Я участвовал в пусконаладке одного из контейнерных терминалов порта Восточные Ворота в прошлом году. Это порт на границе Китая и Казахстана, сухой порт, без судового фронта, переваливающие контейнеры, идущие из Западного Китая до Западной Европы, с поездов Китая на автотранспорт и на поезда Казахстана. К примеру, в прошлом году по этому пути была налажена поставка компьютеров HP по этому пути за 10 дней вместо 45 дней, которые предлагает морской путь через Суэцкий канал. Такое продолжение истории Шелкового пути. Техника порта Восточные Ворота не автономна, в смысле, ей управляют машинисты, но в мире есть и автономные порты. Это порт Роттердама в Нидерландах, порты Сэндао и Сяймэнь в Китае, порт Бузан в Южной Корее, порт Лос-Анджелеса в США, и, насколько мне известно, в этом году идет пусконаладка порта в Флориде автономного. Есть такие порты-призраки, где техника работает с грузами, нет людей. Есть порты в мире, где удаленное управление техникой происходит. Здесь не та ситуация, все технологические операции самостоятельно выполняются машинами. Как вообще происходят контейнерные перевозки, да, и почему это интересно? Объем товарного трафика мира с помощью контейнерных перевозок наибольший по многим показателям. Там масса груза, дистанции, на которые это все проходит. И, кстати, бюджеты объектов инфраструктуры, что в том числе делает это интересно. От отправителя груз доставляется на склад транспортной компании. Там или в порту отправление тарируется в контейнер. Далее на складе контейнера ожидает свой транспорт, отправляется на нем в порт назначения. В порту назначения или на складе, там, опять же, транспортной компании происходит растарка контейнера, и груз доставляется получателю. Оборудование автономных контейнерных терминалов – это, в первую очередь, причальные, мобильные, стационарные краны. Они переваривают грузы между судном и причальным транспортом для груза в автономных терминалах – это автономные тележки. Они доставляют грузы на территорию склада, где грузом оперируют краны на рельсовом или на пневматическом, что называется, ходу, на шинах, и специальные погрузчики. Кроме того, используются системы взвешивания, различные системы для оперирования с особыми грузами, опасными, или с холодильными контейнерами, которым требуется подключение электроэнергии. Специальные ворота по поводу доступа транспорта и так далее. Вся техника ведет учет затраченных энергоресурсов. Ведется профилирование их потому, как затраты электроэнергии на электрического крана, на движение по ветру или против может различаться на сотни киловатт. Ведется учет энергии не только на каждом узле техники, но и в целом на линиях с помощью трансформаторной подстанции. И техника, использующая топливо, тоже учет расхода ведет. ТОС управляет всем операционная система терминала, много предложений различных на рынке есть, но в целом примерно следующим образом это работает. При подготовке судна в порт назначения отправляется документ, где описывается расположение грузов в судне, где описывается работа с этими грузами. На основе этой информации ТОС планирует работу терминала, работу техники терминала, расположение грузов на складе. Обмен происходит по стандарту EDI и возможно в развитии или на замену этой технологии можно предложить что-то на основе блокчейн-технологий. ТОС имеет зачастую некоторый межсистемный интерфейс для взаимодействия с другим программным обеспечением. И именно ТОС выдает высокоуровневые задания на работу техники. Каждый узел техники обычно оснащен некоторой компьютеризированной системой управления, которая связывает технику реального времени, которая управляет оборудованием с информационной сетью. В целом примерно, коротко говоря, такова техника порта. Как минимум две компании заявили уже о спуске на воду в ближайшие годы полностью автономных судов. Подобно привычных всем роботов, банкоматов, например, подобная техника сможет предоставлять в будущем более сложные услуги. Это системы, которые уже практически рядом, автономные грузовые и легковые автомобили. Городские курьеры, старшипы, конечно же, дрон-сотрудник. Пока концепция, но, на мой взгляд, очень интересная. Мобильный магазин по требованию, Уиллис. Робот-бакстер, способный работать с людьми. И имеющий функцию визуального научения. В интервью на TED этого года Илона Маска был задан примерно следующее содержание вопрос. Можно ли будет в ближайшее время приобрести Tesla с автономным управлением, зарегистрировать автомобиль в Uber и пусть зарабатывает. И ответом было да. Технологии AIRA, мне кажется, позволят увеличить степень автономности такой техники, дав возможность ей не только оказывать услуги, но и приобретать их, и предоставлять комплексные услуги, в том случае, если для предоставления некоторой услуги собственных возможностей робота недостаточно. Как Сергей вчера говорил, целью AIRA является и смягчение процесса интеграции роботов в человечество. И Клаус Шваб в индустрии 4.0 говорит, что есть угроза того, что неравенство будет только расти из-за эффекта платформы. Выгодоприобретателями будут те, кто, собственно, этой платформой управляют, и те, кто предоставляет там активы. Вот, возможно, представить будущее, в котором все, не знаю, прочитают киосаки и приобретут роботов, да, и будут их на какой-то платформе, их услуги предоставлять, зарабатывая на этом. И, возможно, контейнерные терминалы будущего будут состоять из техники разных владельцев, которые предоставляют услуги на одной площадке. Возможно, кто-то увидит для себя выгоды в снижении капитальных затрат, да, в разделении рисков, коих немало. Возможно, кто-то увидит выгоду в работе с предприятием, решение о предоставлении услуги, в котором принимает не единый центр, а некоторая распределенная сеть принятия решений. Ну вот, вопросы пока таковы, какой будет эта платформа, да, и какие технологии позволят сделать ее интересной, кто ее создаст в итоге. Внедрение инновации, коротко, мне кажется, можно описать так. Это вот демонстрация, над которой мы работаем сейчас, которая показывает ранним адаптерам возможность использования этой технологии. Это затем пилотный проект за счет поставщика технологии, но позволяющий технологии получить прецедент и открыть доступ к коммерческим внедрениям, к масштабированию. Интересно обсудить, что мы можем предложить промышленности. Какие, может быть, из описанных мной процессов портов, на ваш взгляд, можно улучшить с помощью блокчейн-технологий, технологий EIRA. Спасибо за внимание. Смотрите в будущее. Создавайте его в настоящем. Спасибо, Алишер. Будем ждать тогда реализации игры, следующей версии от тебя. И там... Можешь... Можно... Кто это? Вот. Вот этот порт Роттердама, он автономный. Может быть, не вся территория, но контейнерные перевалки там происходят автономно. Можете видеть, какой он огромный. До недавнего времени, пока его размеры не были превышены размерами портов Гонконга и Сингапура, это был крупнейший по товарным оборотам в мире порт. То есть, можете представить, автономные предприятия, какого размера, в общем, заинтересованы в инновациях. Они уже есть сейчас. Они уже есть сейчас, да. Круто. Тяжелые машины, каждая там по 350-400 тонн весом переваливают грузы до 40-70 тонн. Наверное, это одна из причин, почему как раз туда, в первую очередь, пришли безлюдные технологии. Масса роботов и уничтоженность человека. Это очень опасно для человека, да. И грузы стандартные. Это 20-футовый, 40-футовый, 45-футовый контейнер, либо рамы, в которых что-то находится, да, там нефтяные бочки, еще что-то. В общем, стандартные грузы, опасность. В общем, исключаем человека в первую очередь. Спасибо. Спасибо еще раз.